Приветствую! Итак, что мы с вами знаем? Мы знаем, что с 1 июня повестки смогут вручать дипломатические представительства Украины за рубежом, СБУ, контрразведка, полиция, другие правоохранительные органы. Также мы с вами знаем, что с 1 июня появились новые категории граждан, которым будут раздавать повестки и которых будут призывать на службу в армии в связи с мобилизацией. Откуда мы с вами это все знаем? Мы все это знаем из многочисленных публикаций в СМИ. Но поскольку вы находитесь на моем канале, то вас, как и меня, интересует больше не то, что написано в СМИ, а что же написано в действующем законодательстве. И вот разбираясь с этим вопросом, мы приходим к удивительному выводу. На сегодняшний день, на 1 июня, законодательство, которое касается порядка призыва, которое касается перечнения оснований для отсрочки, перечня тех категорий людей, которые не подлежат призыву в связи с мобилизацией, вообще не изменилось. То есть, если мы с вами откроем закон о воинской обязанности и воинской службе, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, постановление 1487 и другие нормативно-правовые акты, то мы увидим, что там никаких изменений не произошло. Ну вот вообще никаких изменений не вступило в силу с 1 июня, ну либо около этой даты. А что это значит? Это значит, что просто пошла очередная волна в СМИ, которая, скорее всего, связана с интервью какого-нибудь представителя ТЦК и СП, который рассказал, что сейчас мы покажем. Друзья, нужно понимать, что, во-первых, мобилизационные планы — это вообще секретная информация, и никто о ней писать в СМИ не будет. Поэтому будет ли усиление именно мобилизации, то есть фактическое, мы не знаем. Это секретная информация, это мы можем только увидеть, ну, скажем так, по интенсивности раздачи повестки. Но одно мы знаем точно. Законодательство не изменилось, а это значит, что все основания для отсрочки от призыва в армию, которые были в мае месяце, они продолжают действовать и в июне. 23-я статья закона о мобилизации не поменялась. Спокойно, все ваши отсрочки, все сохранено. Что касается того, что повестки будут раздавать все и вся. Нигде ни закону национальной полиции, ни закону СБУ тоже не претерпели в этой части изменений и не дали им там каких-то новых полномочий. То есть, на сегодняшний день, на 1 июня, как было и прежде, повестку можно раздавать 3 категории лиц. Первая категория, ну, по сути, все эти лица, это представители тех органов, которые ведут воинский учет. А воинский учет у нас ведут ТЦК и ИСП, бывшие военкоматы, и, соответственно, их должностные лица могут раздавать повестки. Вторая категория, это те организации, в которых мы работаем, либо учимся. Соответственно, наш работодатель может дать нам повестку, либо наш университет, да, ну, либо другое учебное заведение. И третья категория, это органы местного самоуправления. Вот они тоже ведут воинский учет, и они тоже имеют полномочия вручать повестки. Как и прежде, повестка не может быть выписана в вашем присутствии неизвестно кем, неизвестно где. Как и прежде, перед тем, как вручить вам повестку, ТЦК и ИСП должны издать распоряжение о вызове вас в ТЦК и ИСП. После этого выписывается повестка, а, значит, в эту повестку вписывается ваше имя, вписывается адрес, вписывается распоряжение, на основании которого вас вызывают. После этого только должна ставиться подпись начальника ТЦК и ИСП. И только после этого должна ставиться печать. Есть же правила деловодства, есть вот этот порядок, который должен быть соблюден. И, соответственно, как и прежде, если мы говорим, что на улице люди, просто люди в военной форме, да, они военнослужащие, никто не спорит, но эти люди неуполномочены вписывать ваше имя в заранее подготовленный бланк. Бланк, заранее подготовленный, я имею в виду тот бланк, в котором уже стоит подпись и печать. Подписывать пустые бланки и ставить печать, ну, это просто жесть. И с этой жестью ничего не поменялось, как нельзя этого было делать, так и нельзя. Далее, что мы должны понимать, что для того, чтобы выписать вам повестку, нужно удостовериться вашей личности. А военнослужащие, как и ранее, не имеют права проверять документы, за исключением тех случаев, если они там находятся на блокпостах в определенных зонах. Либо же они являются участниками патрулей и являются так называемыми уполномоченными лицами, которых уполномочил комендант на проверку документов. В этой части тоже ничего не изменилось. Как и ранее, за неявку по повестке нам все так же грозит штраф, административный штраф в размере 5100 гривен, который может выносить представитель коревных, вернее, коревных ТЦК и СП. То есть в этой части вообще никаких изменений нет. И единственное, повторюсь, единственное изменение, которое может быть, это усиление мобилизации в том смысле, что начнут призывать больше людей, там начнут раздавать больше повесток. Но так это или нет, мы не знаем, и СМИ этого не знают, потому что это секретная информация. В части же, повторюсь, подводя итоги, раздачи, правил раздачи повесток. Правил предоставления отсрочки от мобилизации, оснований для предоставления отсрочки, никаких изменений нет. То есть можно, в принципе, успокоиться. Насколько это вообще возможно в той ситуации, когда в стране идет война. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете много других полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok